Здравствуйте! В прямом эфире новости. С вами Пана Усимбекова, Сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Дорогу бизнесу. С промышленным потенциалом Алматинской области ознакомился министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Помоги ближнему. 65 нуждающихся семей Талдыкургана обеспечены волонтерами продовольственной корзины. Особые условия. Казахстанские соцработники против ежечасных отчетов о распорядке дня инвалидов. 64 объекта запущено с 2010 по 2019 годы по государственной программе индустриально-инновационного развития в Алматинской области. Объем частных инвестиций составил порядка 345 миллиардов тенге. Создано почти 10 тысяч рабочих мест. С деятельностью ряда грандиозных проектов ознакомился сегодня министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Тамкулов. Подробности рабочего визита в продолжении сюжета. Благодаря действенным механизмам государственной программы индустриально-инновационного развития в 2018 году был запущен завод «Маревенфутчяншань». Компания производит 65 видов продукции, в том числе бренда «Ролтон» и «Битбон». В год предприятие выпускает более 85 тысяч тонн готовой продукции. В последний год мы увеличили производство нашей готовой продукции практически в два раза. Экспорт нарастили с 30% до 60%. И я думаю, что в следующем году мы будем укреплять наши завоеванные позиции. «Маревенфутчяншань», расположенный в Кавшигайском регионе, обеспечивает более 500 человек постоянной работой. Завод оснащен инновационным оборудованием, где используются передовые технологии мировых лидеров пищевой индустрии. Это позволяет конкурировать на самом высоком уровне. Мы уже Украину обогнали по оборотам, и скоро Москву будем догонять, я надеюсь. Полное сопровождение от начала идеи и до введения бизнеса получила также солнечная электростанция «Нургиса». Областное руководство помогло инвесторам в проведении инфраструктуры и линии электропередачи до общей сети. В знак благодарности за оказыванную поддержку, компания «Энверскенкуат» выделила 250 миллионов тенге на приобретение 30 квартир и другие социальные нужды в городе Кавшигай. Солнечный сад занимает 270 гектаров и состоит из 300 тысяч энергопанелей. Готовое производство где-то 144, да? Да, 144 у нас план. Да, миллиона киловатт-часов. На сегодня, на 15 октября уже 140 миллионов выработали. То есть идем по Камаде-Габаш, да, сверх плана. Возобновляемый источник энергии сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 150 тысяч тонн в год. Здесь у нас поле большое и полностью вот с одного компьютера можно управлять. То есть производим обходы, осмотры, полный контроль. То есть получаем солнечный свет, преобразовываем электрический ток постоянный. Далее через наши инвертора, инверторные подстанции, преобразовываем в переменный ток, повышаем через наш главный трансформатор и передаем в сети КИГОК. По госпрограмме индустриально-инновационного развития на 2020-25 годы в текущем году планируется реализация 12 высокотехнологичных и инновационных проектов. Сумма инвестиций 104 миллиарда тенге с созданием 2400 рабочих мест. Из запланированных уже запущены три завода, среди которых и агрокомплекс по переработке масляничных культур Житсу Мажико. По проектам карты индустриализации на постоянной основе оказываются меры государственной поддержки в виде подведения необходимой инфраструктуры, визовой поддержки, выдачи квот на иностранную рабочую силу, предоставление земельных участков, льготного кредитования и освобождение от таможенных пошлин. В области идет очень большой рост, рост в экономике, рост в индустриализации, рост еще увеличивается количество продукции, которая выпускается. Как известно, президентам была поставлена задача до 2025 года увеличить долю малого и среднего бизнеса ВВП Казахстана до 35%. Данный показатель в Алматинской области уже достиг 32%, хотя еще 6 лет назад доля составляла чуть больше 10, то есть порядка 1 триллиона тенге. Создание благоприятного инвестиционного климата и полное сопровождение бизнеса дало свои плоды. Большие планы. Освоить весь казахстанский свинец намерен Талтгурганский аккумуляторный завод. Тем самым предприятие собирается производить более 10 миллионов аккумуляторов. С работой объекта, а также дальнейшими планами его развития ознакомился министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Также Бибутат Амкулов посетил стройплощадки областного центра. В ходе визита он рассказал о нововведениях в жилищной сфере. Подробнее обо всем расскажет Ануар Амагельдинов. Обеспечить население доступным жильем – одна из главных задач руководства области. С целью решения вопроса в регионе проводится масштабная строительная кампания. Как рассказали министру индустрии и инфраструктурного развития, только в этом году в области планируют ввести в эксплуатацию порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Особый упор делается на реализацию госпрограмм. Программа 51020, которую мы говорили, в этом году по этой программе у нас будет реализовано 476 квартир. Это по Шанраху. Это да, по Шанраху. Здесь 370 за счет средств бюджета строится. Участники тоже у нас, частные застройщики, изъявили желание участвовать. 106 квартир передают под эту программу. Всего благодаря реализации госпрограмм планируют обеспечить жильем более 2800 семей. Свыше 700 из них – многодетные. Министр индустрии и инфраструктурного развития дал высокую оценку проводимым работам. По словам Бейбута Атамкулова, в скором времени в жилищной сфере республики произойдут положительные изменения. В частности, обновится работа по поставке и распределению жилья среди очередников. В соответствии с поручением главы государства будем же переходить на единого оператора. Это вот Пасыбанк будет единым оператором. Там же будет единая очередь республиканская для всех категорий очередников. Вот эта единая система электронной очереди, она же позволит, чтобы невозможно было изменить вообще систему очереди. То есть там будет уже справедливо, это уже электронная система будет отслеживать. И каждый будет входить через определенное приложение, видеть себя, продвижение, кто получил и так далее. То есть все должно быть открыто. Бейбут Атамкулов призвал всех застройщиков поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Использование продукции местного содержания дает большой импульс развитию промышленного сектора страны. Эта тема также была затронута в ходе визита на аккумуляторный завод «Хайнар». Аккумуляторный завод «Хайнар» – один из важных стратегических объектов не только Алматинской области, но и всего Казахстана. В прошлом году в казну поступило более 2 миллиардов тенге налогов. Градообразующее предприятие обеспечивает рабочими местами 1200 человек. В этом году завод планирует произвести более 2,5 миллионов аккумуляторов. Как рассказали министру индустрии и инфраструктурного развития, товар зарекомендовал себя не только на отечественном рынке, но и за его пределами. Аккумуляторы «Мейден» и «Казахстан» экспортируются в 15 стран мира. С целью конкурировать с международными игроками предприятие постоянно пополняет производственную линейку. Новые линейки мы открываем. Сейчас начали выпускать тепловозные аккумуляторы. Даже военные аккумуляторы у нас сегодня покупает Украина. Сейчас мы ведем переговоры с Российской Федерацией о получении лицензии на поставку наших аккумуляторов в Министерство обороны Российской Федерации. Планы развития завода огромные. Предприятие намерено перерабатывать весь казахстанский свинец. Завод планирует в год производить более 10 миллионов аккумуляторов. Воплотить эту цель в жизнь хотят до 2030 года. Министр индустрии и инфраструктурного развития высоко оценил перспективы развития объекта. Бейбут Атамкулов отметил, что реализация задуманного даст положительный импульс социально-экономическому положению страны. Если мы производим сегодня 140 тысяч тонн свинца продаем на экспорт, мы зарабатываем 270 миллионов долларов, страна зарабатывает. Если же мы на этот объем произведем более 10 миллионов аккумуляторов, страна зарабатывает 680 миллионов. То есть разница более 400 миллионов, те, которые дополнительно в казну страны попадут. То есть мы сегодня это плюс 3 тысячи рабочих мест у нас получается, да? Плюс увеличивается поступление в бюджет в виде налогов. Министерство индустрии и инфраструктурного развития готово оказывать всевозможную поддержку для реализации поставленной цели. Бейбут Атамкулов поручил уполномоченным лицам вести постоянную работу с представителями завода. В свою очередь, руководство предприятия считает, что совместными усилиями темпы осуществления намеченной цели значительно ускорятся. Ануар Роман Гильдинов, Жасон Шингинджей, Ержан Дюсен, телеканал ЖИТСУ. Из-за пандемии и кризиса в стране почти вдвое сократилось число строительных компаний, передает корреспондент Хабар-24. Об этом сообщил президент Казахстанской Федерации недвижимости Ермек Мусрепов. По его словам, в целом спрос на недвижимость по сравнению с прошлым годом увеличился на 20%. Однако многие застройщики не укладываются в сроки. Эксперт считает, что сдавать новые дома многие компании и дальше будут на полгода, а то и год позже, чем планировалось. Подорожание квартир не прогнозируется как на первичном, так и на вторичном рынках. В Алматы налетчики совершили дерзкое ограбление на отделение Каспи-Банк, передает корреспондент Тенгреневский-Зет. На видеозаписи видно, как в отделении банка врываются двое налетчиков, один из которых разбивает стекло, залезает в кассу и забирает деньги. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки. Создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы. Крысы оккупировали Усть-Каменогорск. Бесстрашные грызуны хозяйничают в темное время возле мусорных баков и жилых домов. А днем они скрываются в своих норах. Люди боятся, что хвостатые соседи могут не только принести заразу, но и напасть. Усть-Каменогорцы говорят, такое происходит все чаще. Жители с лета пытались самостоятельно избавиться от крыс, но до сих пор ситуация не изменилась. Специалисты отмечают, разовых мероприятий по дезинфекции территории и помещений недостаточно. Чтобы полностью избавиться от крыс, нужна постоянная дезобработка. Мы вместе. Волонтеры Алматинской области продолжают акцию «Добрых тел», инициированную Нурсултаном Назарбаевым. Силами добровольцев правьянтам обеспечены еще 65 нуждающихся семей Талдыкургана. Вместе с активистами дома посетила и наша съемочная группа. Помочь ближнему – один из главных девизов волонтеров. Так на этот раз получила мешок картофеля, лука и коробку с продуктами первой необходимости мать семерых детей Гулим Жанусова. Снимаю однокомнатную времянку, и забота волонтеров в непростое время. Чувствуется особенно тепло, рассказывает она. Волонтер же надевает лужатор. Как известно, этот год объявлен Годом волонтеров. Спасибо большое за поддержку. Об их деятельности слышно много положительных отзывов. Они – пример для подрастающего поколения. За день волонтеры раздали продовольственные корзины 65 семьям Талдыкургана. Категории получателей – многодетные, малобеспеченные семьи и инвалиды. Благодаря усилиям неравнодушных тимуровцев с начала года в области получили помощь более 26 тысяч нуждающихся. Мы планируем до конца месяца оказать такую же помощь и провести благотворительную акцию 140 семьям. Ежедневный труд волонтеров не остается незамеченным. Теплые слова благодарности звучат не только от благополучателей. Похвальными грамотами и ценными призами наградили самых активных волонтеров – представителей областного управления по вопросу молодежной политики и городского акимата. Я уже год в составе волонтеров. Учусь в восьмом классе в общеобразовательной школе «Джетый жалавка» в Коксуйском районе. Мне приятно получать награду за проведенную работу. Волонтерство – это командная работа. Поэтому оценка не только моя, но и всех волонтеров. Сегодня в рядах волонтеров более трех тысяч человек. Ими проведено более девяти тысяч благотворительных спортивных просветительских мероприятий. И работы в этом направлении будут непременно продолжены, отмечают организаторы. Илья Манаринбеков, Наржан Маканов, телеканал «Джетсу», Талткурган. В Казахстане насчитывается свыше 23 тысяч людей с инвалидностью первой группы. Из-за маломобильности многие из них вынуждены прибегать к помощи соцработников. Однако внимания с их стороны недостаточно, утверждают люди с особыми потребностями. Причина тому – увеличение количества проверок и отчетов у социальных работников. Соответственно, часы пребывания с инвалидами сократились вдвое. Недовольные этим казахстанцы требуют внести изменения в законодательство. Казахстанские соцработники против ежечасных отчетов о распорядке дня инвалидов. Возмущенных безответственностью Жасулан Сулейменов, инвалид первой группы, вовсе отказался от услуг помощника. Несмотря на осенние холода, он, как и множество других инвалидов, протестует у здания министерства. «Почему соцработники отказываются от отчетов? Я ведь тоже человек, имею право на то, чтобы о моем местонахождении знали в соответствующих учреждениях. Знали, чем я занимался целый день, когда в последний раз наносил визит в больницу и так далее. Это нарушение человеческих прав, прописанных в Конституции». «Ежечасные отчеты никто предоставлять не обязан. Соцработников требуется только ежедневный доклад о количестве часов, проведенных с инвалидом. Мы несем ответственность только за это, потому как на каждый час выделяются деньги из бюджета». Как утверждает директор департамента, соцработники должны сидеть с инвалидами не менее 8 часов. Однако, во время пандемии им были выплачены деньги только за один час. Уроженка Козелорды, Роза Смогулова, ставшая колясочницей 5 лет назад, по сей день находится под неусыпным присмотром своей матери и младшей сестры. Те, в свою очередь, чтобы уделять должное внимание и особый уход, даже уволились с работы. Как предлагает Роза Смогулова, платить за уход должны не только соцработникам, но и тем семьям, где один из членов семейства нуждается в ежедневной опёке. «Инвалидам, которые вынуждены сидеть дома по состоянию здоровья и из-за граничных возможностей в движении, помощник необходим. Для тех соцработников, обеспечивающих уход за инвалидами первой группы, мы добиваемся ещё и пособия по уходу, помимо основного заработка. Мы подняли этот вопрос, запросили средства из бюджета, потому как соцработникам, за которыми закреплены инвалиды первой группы, нужно уделять больше времени и внимания по сравнению с инвалидами других групп». Во многих регионах инвалидам предоставляется бесплатный проезд, либо вызов инво-такси. Но воспользоваться услугами этих транспортных средств вне рабочего времени нельзя. За пределами региона тем более. Потому как перевозная помощь одних городов не предусматривает выезды в другие. «Я не могу пользоваться услугами инво-такси, потому что у меня нет местной прописки. Эта транспортная служба оказывает помощь только местным гражданам, а приезжим приходится находить другие способы передвижения». Министерством будут внесены изменения в законопроект, которые позволят получить господдержку напрямую через ЕГОВ, без посредников. При этом инвалиды самостоятельно смогут выбрать оздоровительный санаторий, прогулочную коляску, вызвать инво-такси и просто получить бесплатную гуманитарную помощь. На вопрос, что делать в случае отсутствия компьютеров и интернета в сельской местности, представители министерства пообещали организовать специальное обучение. Рассмотрят и вопрос бесплатного передвижения инво-такси в отдаленные регионы и другие города. В Бангкоке введено чрезвычайное положение. Внедрение ЧП связано с массовыми митингами. Полиция Таиланда разогнала многотысячную демонстрацию у дома правительства в Бангкоке. Участники митингов добивались отставки премьер-министра Праюта Чан О'Чи. Антиправительственные протесты продолжаются в Таиланде с 18 июля. Митингующие призывают власти распустить парламент, изменить действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. Особенное недовольство вызывает закон о поскорблении короля. Несмотря на введение ограничительных мер, оппозиционные активисты, главным образом студенты, планируют провести новую манифестацию. Власти заявили о намерении направить в центр города порядка двух тысяч полицейских. В Доме правительства и парламенте страны замечены военные патрули. Около 35 тысяч человек покинули свои дома в провинции Гильмент на юге Афганистана, где уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной группировкой «Талибан». Авиация США наносит удары по талибам, которые в настоящее время контролируют 80% провинции. На данный момент тысячи человек вынуждены ночевать на улицах города под открытым небом, так как местные власти не могут им предоставить свободные помещения и даже палатки. В провинции практически не осталось медицинских учреждений. Те, что еще работают, оказывают помощь только раненым. Всемирная организация здравоохранения оценила эффективность популярного лекарства Remdesivir, используемого для лечения заразившихся коронавирусом. Так, специалисты пришли к выводу, что препарат оказывает минимальное влияние на снижение смертности от COVID-19. В частности, лекарство не снизило число пациентов, которым для лечения требовалась искусственная вентиляция легких. Исследование было проведено на материалах для лечения более 11 тысяч пациентов. Тренд налицо. Выставка органической косметики и отечественного производства прошла в Талдыкургане. В ассортименте компании G-Time Corporation почти 60 наименований продукции. Спрос на нее не только в нашей стране, но и за ее пределами. Вместе со многими жителями области выставку посетила и наша съемочная группа. Компания G-Time Corporation на рынке уже более 8 лет. С конвейеров их завода всходит гигиеническая, антисептическая, уходовая и другая продукция. На данный момент объем их производительности составляет 5-10 тысяч единиц продукции в сутки. Однако сама компания намерена увеличивать это число. Спрос на международном и отечественном рынке колоссальный, поскольку сейчас органическая продукция и антисептическая продукция являются трендовым продуктом сейчас в современном мире. На экспорт уходит сейчас в данный момент очень большой объем продукции, это свыше 60% всего нашего производства, поскольку сейчас все страны, в том числе и ближние и дальние зарубежья, очень активно приобретают нашу продукцию. За последний месяц мы в зарубеж отправили свыше 75 тонн нашей продукции. Также по Казахстану мы примерно отправили более 40 тонн нашей органической продукции. Наша продукция является ухаживающей, но в то же время у нее очень много полезных свойств за счет минерала шунгит. В процессе ухода за кожей наши потребители отмечают лечебные качества нашей продукции, которая помогает им в повседневной жизни и улучшает качество их жизни. Наша производительность на данный момент составляет до 500 тысяч единиц в год. Наши химики-технологи никогда не останавливаются, все время идет разработка новой продукции. Ассортимент увеличивается. Посетить выставку органической косметики решили многие жители Алматинской области. Для полноты их ощущений организаторами были оборудованы специальные места и приглашены профессиональные косметологи. Я пришла сюда первый раз, меня пригласила подружка. Со мной работают профессиональные косметологи. Я очень рада, что пришла, не жалею. У меня ощущение классное. Я чувствую, что лицо прям меняется. Можно сказать, задумка организаторов прошла на ура. Посетители имели возможность познакомиться с отечественным эко-брендом и протестировать его. До конца года компания планирует провести еще несколько подобных мероприятий по всему Казахстану. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, телеканал «ЖИЦУ». В связи со строительством устройства подхода к мосту в дачном обществе «Красный камень» временно движение по нему будет приостановлено. Ограничение движения начинается с сегодняшнего дня и продлится по 10 декабря. Маршрут к дачному обществу будет осуществляться через мост дачи «Мерикелек». Движение пешеходов остается без изменений. 15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди. В рамках мероприятия на базе многопрофильной клиники прошел брифинг с участием гостей из Южной столицы – специалистов Института онкологии и радиологии города Алматы. Растущее количество случаев рака молочной железы – серьезная для республики проблема, говорят онкологи. По словам специалистов, на появление рака влияют не только наследственные факторы – эндокринные изменения, вирусы и стрессы, но и изменения экологии. На сегодняшний день в Алматинской области из более 15 тысяч онкобольных порядка 20% с диагнозом рак молочной железы. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам ежегодно обследоваться, ведь болезнь легче излечить на ранней стадии. Напомним, 17 октября на базе многопрофильной клиники состоится прием граждан в рамках дня открытых дверей. До конца месяца нами будет проводиться прием женщин в рамках профилактики рака молочной железы. При поддержке коллег из Института онкологии и радиологии города Алматы завтра на базе нашей клиники состоится прием граждан. В рамках дня открытых дверей мы планируем не только осмотр женщин на выявление опасного недуга, но и проведение УЗИ-обследований и других манипуляций. Также сегодня совместно с врачами КАЗНИИ были успешно проведены 4 операции. По регионам мы ездим, во-первых, выяснить, какие проблемы имеются, решать эти проблемы. И, конечно, мы оказываем методическую помощь, оказываем практическую помощь. Завтра же мы будем проводить с 9 до часу по адресу Абая 316, онкодиспансер, день открытых дверей. Все желающие могут прийти на осмотр, то есть будут консультировать наши специалисты, профессора и также, конечно, и специалисты онкодиспансера. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин